В зимнюю сказку на поезде теперь жители Ростовской области и Краснодарского края могут совершить увлекательные поездки в Карачао-Черкесию на новых туристических поездах, которые станут для гостей нашей республики настоящими отелями на колёсах. Этот проект запущен Министерством туризма и курортов Карачао-Черкесии совместно с компанией РЖД. Подробнее об этом проекте нашей съёмочной группе рассказал глава Минтуризма региона Расул Тикеев. В рамках договорённости с российскими железными дорогами мы запускаем в этом сезоне горнолыжный поезд. Это регулярные рейсы, называется «Лыжная стрела». Он будет работать в каникулярный период. Начало – это 30 декабря, по 8 декабря, о, января, извините. Это как раз поезд сформированный для того, чтобы нашим туристам из Ростовской области и Краснодарского края было комфортно добираться до наших курортов для, соответственно, активного вида туризма. Это горнолыжный туризм. Мы понимаем, что большая доля из общего турпотока – это всё-таки туристы из Ростовской области и Краснодарского края. Данный поезд состоит из пяти вагонов. Это порядка 350 мест. Что важно, это можно с собой взять весь инвентарь. Это горные лыжи, это сноуборды, палки и так далее. То есть там три категории – это комфорт, эконом, базовая, то есть для разного потребителя. Соответственно, мы сейчас должны урегулировать в ближайшее время вопрос с транспортом в части логистики от города Черкесска до наших курортов. Чем мы на сегодняшний день занимаемся? Я считаю, что это важное решение. Многим людям достаточно удобно и комфортно будет добираться посредством железной дороги до наших курортов, как я уже говорил. Помимо этого, с 25 ноября прибывает в регион первый туристический поезд. Это организован туризм. Также это сформирована программа с РЖД, РЖД-тур, которая продает на сегодняшний день эти билеты. Также это доступно для жителей Ростовской области и Краснодарского края. А вот это и Ростов, и Краснодар. Это 25 ноября, плюс 8 декабря второй поезд должен быть. Но, как говорят туроператоры, наши последние турпоезда к нам в регион прибывали порядка 37 лет назад. Поэтому мы считаем, что это важное событие. Планируем торжественно встретить первые и последующие поезда. Ну, вот в части развития туризма, развития транспортной доступности, формирования новых видов туризма и продукта. В принципе, вот на сегодняшний день ведется такая работа. Касаемо отличия туристического поезда и лыжной стрелы. Лыжная стрела – это у нас регулярный рейс. А туристический поезд – это программный продукт. То есть турист приобретает пакет, он садится в поезд, его встречает туроператор, соответственно, возит по всем достопримечательностям, показывает наш регион. И дальше, соответственно, в поезд обратно, где возможно провести ночевку в поезде. То есть это организованные туристические поезда. Да, они обеспечены всей необходимой инфраструктурой, душевыми, санитарными узлами, комфортными. И, соответственно, спальными местами, вагон, ресторан также присутствуют. То есть там в зависимости от пакета. Турист может выбрать ночевку в регионе, а может остаться у себя в поезде ночевать. А лыжная стрела – это регулярные рейсы, когда мы с вами садимся, по принципу электрички, условно говоря, садимся и, соответственно, доезжаем до места локации, выходим и так далее. Не обязательно. Туристический поезд, он конкретно сформирован продукт на два дня. Соответственно, мы должны принять туриста, показать ему наш регион, привезти его обратно и посадить на поезд. А лыжная стрела – вы можете приехать в любое удобное для вас время. Соответственно, в любое удобное время в рамках этих дней можно приобрести билет и, соответственно, добраться до дома. По лыжной стреле продажи билетов они откроются в ближайшее время. По туристическому поезду уже на 25 ноября билеты продаются. Соответственно, 8 декабря тоже. Где можно приобрести эти билеты? На сайте РЖД, в кассах РЖД билеты доступны, их можно приобрести. Расул Магомедович, также хотелось бы услышать, как развивается туризм у нас в регионе, какие у нас показатели, каким будет в том числе и этот сезон? Внутренний туризм на самом деле развивается очень активно. Наш регион в этом имеет свою долю, так сказать. Развитие в основном связано с тем, что развивается и строится новая инфраструктура. То есть формируются новые пакеты, улучшается сервис на территории. Проводится, вот мы, допустим, проводим на сегодняшний день, но помимо того, что мы провели аттестацию гидов, да, гиды, как мы говорим, являются носителями национальных интересов, которые встречают турист, с ними соприкасается, получают от них информацию. И какую достоверную, качественную информацию он получает, с тем багажом он и выезжает. Касаемо обучения, мы сейчас занимаемся обучением персонала отелей, персонала средств размещения, плюс гидов, плюс инструкторов, проводников. То есть вся эта работа ведется как раз для того, чтобы улучшить качество услуг. Вот, проводится классификация отелей, то есть для того, чтобы у нас приезжающий турист четко понимал, какой он уровень сервиса может получить, исходя из потребления, да, то есть исходя из приобретения того или иного места проживания. Вот, в части инфраструктуры, ну, действительно, за последнее время очень качественно улучшается инфраструктура. Могу сказать, что и в рамках грантовой поддержки реализованы проекты, которые также позволяют улучшить качество услуги. Ну, даже если говорить только об оборудовании горнолыжном, которое предстоит горнолыжным сезоном, необходимо качественное оборудование. То ли кататься на старых изношенных лыжах, то ли на новых, это большая разница, и, соответственно, удовлетворение от отдыха тоже зависит вплоть до таких мелочей. Вот, в этом году у нас впервые в Донбай заработает туристский информационный центр, где туристы могут получить информацию о Донбайе, об услугах, о достопримечательных сетях Донбая, приобрести услугу экскурсовода, гида, инструктора, ну и так далее. То есть, вот это все позволяет улучшить и сделать туриста лояльным, чтобы он возвращался и, конечно, привозил своих друзей и близких, что очень важно. Вот, также вот я, наверное, скажу о турпотоке, что он у нас растет ежегодно, и в прошедшем году, если это было порядка двух миллионов туристов, соответственно, два миллиона плюс мы ожидаем в этом году. То есть, это ориентировочно, там, 10% роста. Вот, мы прогнозируем. Немножко также расскажите о том, какая работа ведется с гидами, в том числе их обучение и так далее. На сегодняшний день важно понимать, опять-таки, потребителю это важно понимать, и наша совместная работа, чтобы информационно освещать это, чтобы, когда турист приобретает услугу гида, он приобретал услугу у аттестованного, квалифицированного гида. Каждый гид на сегодняшний день аттестован, он занесен в реестр, общий реестр, у каждого гида, которым аттестовываем, мы выдаем аттестат на грудный знак. То есть, соответственно, когда гид встречает, можно просто удостовериться, посмотрев его на грудный знак, можно телефон навести, штрих-код, и он сразу отсылкой попадает в реестр, соответственно, может понять, увидеть, действительно ли его аттестат, то есть, можно ли у него услуга это получать. Это важно на самом деле, потому что это и как раз формирует качество услуги, которые получают туристы. А чем мы будем удивлять в этом году туристов? Мы планируем открытие горнолыжного сезона провести. Допустим, на территории Архиза в этом году будет новый сноупарк. Это также интересно, это анимации, это фестивали, это мероприятия. И в Донбайе также мы планируем провести ряд мероприятий, для того, чтобы туристам окунуться в аутентику региона. Это не только покататься на лжах, но еще и быть сопричастными к культуре. И, соответственно, событийные мероприятия для этого и организовываются. Продолжение следует... Продолжение следует...